Дорогие мои, я не знаю, может вы слышите такой стук. Это соседи, молодые швейцарцы, они занимаются любовью. И тогда два часа у нас такой стук, треск, ну что ты сделаешь? Что я ещё хотела вам рассказать про нарциссов или психопатов. У них очень-очень-очень большое эго, но внутри это очень-очень-очень слабые люди. И если вам всё-таки пришлось с ними быть вместе, я дам вам очень хороший совет. Хвалите их, хвалите всегда. Хвалите с поводом и без повода. Повода, конечно, не будет, но начинайте искать какой-то повод. Особенно хвалите при чужих людях, при родне, при тех людях, которые им абсолютно чужие, и люди, которые для них важны. Такой пример. Допустим, мой муж, он был очень-очень-очень-очень жадный. Но я всегда говорила, какой ты молодец, какой ты нежадный, ты всегда всё помогаешь, ты всегда всё делаешь. И я видела, что это ему нравилось, это тешило его самолюбие, и он начинал действительно стараться быть как-то получше. И вот так я делала. Я могу вам рассказать такой пример. Моя подруга оказалась тоже за дверью своей квартиры, семейной, в 45 лет, без денег, без работы, без ребёнка. И она позвонила мне. Я услышала её голос, я сразу всё поняла. Я сказала, приходи ко мне. Знаю, куда тебе надо, и мы будем заниматься этим вопросом. Долгие разговоры, но мысль одна. Она никому не была нужна. Она сидела на скамеечке в самой богатой стране мира Швейцарии и не знала, куда идти. Слава Богу, она нашла мой номер, сохранила и позвонила мне. Почему сохранила? Потому что он, бывший муж её, не разрешал ей со мной общаться. Он знал, что я слишком много знаю, что у меня есть опыт, и что ему это невыгодно. Обратите внимание, психопаты и нарциссы всегда берут из вашей жизни тех людей, которые могут вам помочь. Они всегда их убирают. Они фильтруют окружение, ваше окружение. Только те люди, которые угодно им, будут рядом с вами. Все остальные будут беспощадно убраны из вашей жизни. На это вы тоже обратите внимание. Решила, что позвоню своему бывшему мужу и скажу, что у моей подруги проблемы, что мы придём на ужин. И обсудим это всё. Это случится как какой-то стёб, да, анекдот. Ну, я действительно сделала так. Я очень много делала так с ним. Я научилась манипулировать им. Поначалу он манипулировал мной, а потом я манипулировала им. Так вот, что вы думаете? Я вышла на балкон, закрыла дверь. Я знала уже, что будет. Не хотела расстраивать подругу. И я сказала ему, знаешь, у неё проблемы, она теперь у меня. Давай устрой мужем, чтобы немножко её развеять. Сразу были слова. Я что, тебе тут социальная служба? Я сказала, ладно, не грызи сейчас, не порти нервы. Ты хороший человек, я знаю, у тебя доброе сердце. Устрой мужем. И да, действительно, мы пошли на этот ужин. И он кормил нас, и мы разговаривали. И он вёл себя отлично. И потом я дочке похвалила его за это. Потом я похвалила его за это везде. Я везде, вот, всем знакомым, всем коллегам. И от этого он был просто счастлив безмерно. Так что, девчата, хвалите их. Это помогает. Это убирает, купирует их приступы злости. И они становятся более-менее адекватными. Похвала – это как алкоголь для алкоголиков. Это супер для них. И так я всегда делала. Всегда, везде я хвалила его. И так я смогла с ним как-то договориться. Как-то более или менее как-то с ним жить. Ну, мы уже не жили вместе. А я имею в виду, что как-то, как-то коммуницировать. Это было так смешно. Один раз я была у него дома. Он сидит и говорит. Знаешь что, как хорошо, что у нас теперь две квартиры. Вот это самое, то, что нам надо было. Я улыбнулась, посмеялась и сказала. Дорогой мой, у нас не две квартиры. У нас две жизни. У тебя своя, у меня своя. Представьте, для них не было сепарации. Для него она, ее не было. Он просто посадил меня в другую квартиру. Так ему удобно. Он может устраивать свои сексуальные праздники, партии. Это нарцисс-психопат. Они всегда такие. Сепарировать себя от своей жертвы для них сложнее, чем в жертве сепарировать себя от них. Это тоже вы должны всегда знать. Так вот, иногда бывали и чудеса. Допустим, его мать отдавала кофейную машину свою. Он посмотрел. Нет, мне нравится. Ладно, забирай. Потом нет, не отдам. Будет у меня. Потом я делала такой, как немцы говорят, друг. Нажимала на него. Говорила, нет, давай мне. И, в общем, худо-бедно. Ну, как-то с большой порцией похвалы я получала кофейную машину. Но она до сих пор у меня есть, работает. Постоянно была приглашена на ужин. Или, допустим, если он где-то в школе устраивал скандалы. Когда я не могла пойти, допустим, на родительское собрание, я работала. Он приходил, он устраивал там скандалы. Потом мне звонили из школы. Мне приходилось бежать в школу, успокаивать учителя с цветами. Не знаю, я старалась, как можно лучше объяснить людям, что это за человек, почему так. Люди потом, у них волосы вставали дыбом, но они начинали понимать, что к чему. Но в любом случае, я постоянно купировала его, эти все психозы, скандалы. И самое интересное, что потом, когда мы... Очень извиняюсь. Потом, когда мы с ним об этом разговаривали, он не понимал, почему там был скандал, почему там люди не хотели с ним говорить, почему ему теперь нельзя приходить в школу. Но, дорогие мои, поймите, психопат и нарцисс – это такое заболевание, когда всем вокруг плохо. Но этому человеку хорошо так, как есть. Поэтому они не хотят лечиться, не ходят на терапию. Они как монстры, как какие-то... Я даже не знаю, как это объяснить. Они пьют вашу кровь, пьют ваши нервы, и им хорошо. Для них это кайф, это удовольствие, а вам плохо. И вы становитесь больными. А им это нравится. Поэтому не пытайтесь говорить с ними, не пытайтесь объяснять им что-то. Они вас никогда не поймут. Они, наоборот, еще очаруют этого терапевта, к которому вы с ним придете. Никогда не делайте это. Единственное, что вы можете делать – хвалить, играть на их самолюбие, ими манипулировать. Вот это класс. Всем советую. Действительно помогает. А так, я могу сказать, что лучший выход с этими людьми – это на выход. Смотрите просто свои финансы. Смотрите, как обстоит дело с работой, как обстоит дело с жильем, с новыми знакомствами. И уходите, уходите, уходя, уходи. Сепарируйтесь от них. И если вы с ними общаетесь, не принимайте это близко к сердцу. Допустим, если он вам сейчас скажет, что вы страшная, то это стопроцентная гарантия, что вы очень красивая женщина. Если он вам скажет, ты толстая, это стопроцентная гарантия, что у вас шикарная фигура. Если он скажет вам, что вы дура, это стопроцентная гарантия, что вы очень умная женщина. Если он вам скажет, что вы ленивая, это гарантия того, что вы женщина, которая всю жизнь работала и продолжает работать. Объясняю вам Никогда не слушайте этот бред Будьте просто медсестрой в психбольнице Подыгрывайте, улыбайтесь Ещё раз говорю, сыграйте на их самолюбие Похвалите, и будет всё прекрасно А ещё, если у него появится новая женщина Вы можете её похвалить Я всегда делала так Я хвалила всех новых женщин моего бывшего Они были, конечно, в шоке И это было прекрасно Это нравилось ему Рано или поздно мы узнавали, кто такой этот персонаж И потом говорили мне Почему ты мне не рассказала сразу На что я отвечала Дорогая, если бы я тебе сразу это сказала Ты бы сказала мне, что я дура И что я злая И я просто хочу отобрать у тебя этого мужчину Я завидую А так ты сама поняла очень быстро Что он больной человек И тут всё прекрасно Теперь ты это знаешь Так что, девчата Ещё раз Не задавайтесь Обращайтесь к этим людям Как пациентам Как пациентам психбольницы Играйте на их самолюбие Хвалите их Улыбайтесь им И делайте за их спиной Свои дела Устраивайте свою новую жизнь В это входят финансы Работа Работа Связи Знакомства Жильё Страховки Организовывайте всё И всё у вас будет хорошо Девчата Девчата дорогие Я читаю ваши комментарии Я хочу вам выразить мою самую искреннюю сердечную благодарность За то, что вы не осудили меня А что наоборот Поддерживаете меня И спасибо вам огромное За ваши комментарии Я читаю абсолютно все комментарии Конечно, есть комментарии Которые не особенно приятны Но я думаю Эти комментарии пишут люди Которые сами не очень счастливы А счастливый человек Никогда не напишет плохо Я могу понять этих людей И я могу сказать одно За всех них я буду молиться Потому что этим людям Нужна просто помощь Божья помощь Чтобы они поняли Что не всё так плохо в жизни И когда они отдают Какой-то негатив другим людям Они не смогут стать счастливыми Насчёт того Кто есть мой бывший Я бы сказала Что он яркий представитель Тёмной триады Я даже оставила комментарий Где я писала это В любом случае Это люди эгоистичные Это люди доминантные Это люди бесстыдные Это люди манипуляторы Это люди жадины Это люди, у которых Абсолютно отсутствует эмпатия Люди, которые Не могут испытывать Никаких практических чувств Единственное может быть Чувство стыда И то оно у них Очень купировано К сожалению Эти люди Не виноваты в этом Потому что уже научно доказано Что за всё отвечает биохимия мозга Так что я смотрю на это Как на болезнь Вероятнее всего Эта болезнь была унаследована Я смотрю на это По-философски Я никогда не проклинала За то, что со мной произошло Я сказала Господь Ты видишь всё Дай мне силы Дай мне сил побороть Дай мне силы Ему помочь К сожалению Я не Господь Бог Я не смогла Ему помочь Это заболевание Это расстройство Очень трудно лечить Потому что человек Который является Представителем чёрной триады Ему так нравится Он не знает другого Вы не можете его Как-то убедить в том Что это неправильно Или он сделает вид Что он с вами согласен Но потом будет делать Делать по-своему И ещё одно Он сможет очаровать Даже своего терапевта Потому что я замечала это Эти люди могут прекрасно Очаровывать других людей Или допустим У нас были гости дома И мои гости С моей стороны гости Не с его стороны Они были поражены Они говорили Не может быть Мария Но это не может быть Он не может быть плохим Он нас так принял Он такой хороший Он так старается Эти люди любят играть на публику Они любят похвалу Они любят популярность Они хотят быть знаменитыми Они хотят, чтобы о них говорили Где-то внутри Они имеют огромное эго Которое они питают Вот этим вот негативом Было несколько таких метких Дерзких комментариев И было сказано Что почему она так долго там была Поймите Я не хотела Делать опрометчивых поступков Хватило, что я сделала Один опрометчивый поступок И связалась с этим мужчиной И мне не надо было делать Еще больше Таких опрометчивых поступков Но вы правы Вы действительно Я должна вам дать Как же это сказать Я должна с вами согласиться Вы правы Тут надо бежать Тут нельзя думать Тут нельзя готовиться Просто собирать свои вещи И убегать Но опять же Моя проблема Проблема была в том Что пока у меня не было Три года жизни в Швейцарии Я вообще не могла Никуда убегать Потому что Если бы я убежала С ребенком Я бы была Как преступница Я украла ребенка А просто так Он бы мне ребенка не отдал Он бы сказал Хорошо, ты уезжай Кстати, он мне даже так и сказал Собирай вещи Уезжай Дочь останется тут Так что у меня Дорогие мои Любимые хейтеры Не было вообще Никакого шанса И поверьте мне Единственный поступок Который я вот так Шашкой на голову Срубила Это был он А потом Все было досконально продумано Поэтому девочки дорогие Иногда придется потерпеть Но Когда руки опускаются Думайте Если духом Не упадете Силой вас Никто С ног не собьет Ваш дух Должен знать Я сильная Я смогу Я сумею Я не одна Молитесь Я молилась Очень много Богу молилась Я знаю Действительно Он меня не оставил Вся моя жизнь Потом Уже Пример этому Если вам интересно Или есть какая-то Определенная тема Я с удовольствием Ее расскажу И конечно же Я расскажу Как он отобрал Моя дочь Как мне пришлось Бороться Я расскажу О психиатрической Больницы Больницы Я расскажу Все Спасибо вам Берегите себя До скорой встречи Я вас всех люблю Обнимаю Целую Те, кто сейчас Стоят на грани Те, кто сейчас Считают, что Жизнь уже Не так хороша Те, кто сейчас Особенно Грустные Послушайте Мой рассказ Послушайте Как я рассказываю И не верьте Никому не верьте Вы справитесь У вас будет Все хорошо Знать Вы сильные И ни один Психически Больной Нарцисс Не сможет Вас Сломить Ни вас Ни вашу Волю